Когда люди планируют переезд за границу, очень часто возникает тема образования детей. Вопрос о дошкольном образовании, как правило, решается кружками. Подключаются бабушки и няни. Вопрос о вузовском образовании зачастую не связан с переездом всей семьи, поскольку речь идет уже о совершеннолетних детях и часто жилье предоставляется вузу или снимается. Поэтому в контексте недвижимости наиболее актуальный разговор о школьном образовании детей для иностранцев, переезжающих за границу. Об этом и поговорим. В предыдущих сериях нашего проекта я говорила факты, отталкиваясь в основном от официальной информации. Но сегодня хочу поделиться с вами своими соображениями, затрагивающими меня лично. У меня трое детей. И я решала, решаю и частично решила вопрос, связанный со школьным зарубежным образованием. Безусловно, мой опыт не ограничивается только решением своих личных задач. Я помогала многим клиентам в разных странах. Но все-таки скажу о своем. Предположим также, что вы планируете переехать вместе с ребенком. Не готовы отпускать его одного, а каких-то особых оснований для получения ВНЖ у вас нет. Значит, в первую очередь мы должны говорить о странах, в которых покупка или долгосрочная аренда недвижимости дает право на вид на жительство. Таким образом отметается, например, Болгария, где такая схема возможна только для пенсионеров. Для людей трудоспособного возраста, чтобы получить ВНЖ в Болгарии, необходимо открыть юридическое лицо и нанять местных граждан на работу. Таким путем готовы идти единицы. Чаще всего они выбирают Варну и русскую школу МИ Пушкина. Куда больше популярности в данном контексте пользуются Турция и Черногория. Но, на мой взгляд, приоритет все равно остается за другими странами – Испанией, Италией и Кипром. В том числе и потому, что любая покупка в этих странах дает право на получение ВНЖ. В любой из этих стран возможно бесплатное обучение детей, даже иностранцах. В государственных школах, естественно, на местном языке. Очень важно, что в местах проживания наших соотечественников в большинстве школ практически в каждом классе найдутся русские дети, которые помогают адаптироваться новеньким. Я могу привести множество примеров от моих клиентов, когда дети при переезде семьи в Турцию или Испанию пошли в местную школу и довольно быстро адаптировались, говорили на языке и учатся бесплатно. Но, на мой взгляд, такая история – пошел в местную школу, освоился, начал общение – наиболее проста и понятно в Черногории. Бесплатное муниципальное образование здесь возможно, и в отличие от большинства других стран, ввиду того, что Черногория – славянская страна, языки близкие, большинство соотечественников идет по пути бесплатного государственного образования. Особенно, если речь идет о начальной школе. Понимают дети все и сразу, быстро учат язык. И по моему опыту, если речь идет о Черногории, то, как правило, русское образование дети получают дистанционно, а так посещают местную школу. Но вот для меня, как матери и многих моих клиентов, история с обучением на неродном языке все равно видится стрессовой для ребенка. За исключением, пожалуй, уже вышеупомянутой Черногории. Особенно, если речь идет о средней школе. Усваивать программу, когда уровень языка оставляет желать лучшего, конечно же, трудно. Именно поэтому в большинстве случаев, в особенности на первых порах, стоит рассматривать русские и международные школы. Далее, краткий обзор того, где и что предлагается и за какие деньги. Безусловно, я буду готова предоставить более полную информацию, персональные рекомендации, а также сопровождение в индивидуальном порядке. Закрывая тему с Черногории. Русские школы есть в Подгорице и Бутве. Они платные. Стоимость обучения 2,5-3 тысячи евро в Подгорице и 4-5 тысяч евро в год в Бутве. При всей моей любви к Черногории всерьез варианта переезда сюда и образования в этой стране я не рассматривала. В Турции наибольшим спросом у иностранцев пользуется Алания, где есть русская школа в Махмутлари. Именно там самая большая русскоязычная диаспора. Год обучения на данный момент стоит 4-5 тысяч евро в зависимости от графика оплаты. Возможно, оплата года обучения сразу, а можно и по частям. На 2-го и 3-го ребенка предоставляются скидки. Преподавание ведется на русском языке. Делается упор на математику и иностранные языки. Английский 5-6 уроков в неделю. Турецкий 4-5 уроков в неделю в зависимости от возраста ребенка. После 1-2 лет обучения в русской школе, имея некий базовый уровень турецкого языка, можно рассуждать о переводе в муниципальную бесплатную школу, если хочется сэкономить. Или о переводе в международную, уже более престижную школу, для того, чтобы повысить шансы ребенка на образование в Великобритании, например. В международных школах преподавание ведется на английском, немецком и турецком языках. Международных школ в Алании 8. Самые популярные и престижные две – Бахчишихир и ТЭТ. Они обе имеют статус колледжей. Отделения есть по всей Турции, и они котируются в Европе. В основной массе международные школы с более низким рейтингом стоят, так же, как и русские – 4-5 тысяч евро в год. Бахчишихир – это филиал Стамбульского университета. Туда выпускники школы поступают без экзаменов. Стоимость обучения в Бахчишихире – 7 тысяч евро в год. ТЭТ – это самая престижная и самая дорогая школа в Турции. Ее стоимость – 9 тысяч евро в год. Вроде все окей. Тем не менее, многим соотечественникам отдых в Турции мил, но далеко не все с энтузиазмом относятся к турецкому образованию. Вот и я подумала-подумала и отмела для себя этот вариант как неподходящий. Поскольку мне очень нравится Италия сама по себе, я активно рассматривала эту страну. С русскими школами здесь дело обстоит так. Их вроде бы много. Они есть в разных городах. Но фактически именно в формате нормальной школы, а не для поддержания уровня русского языка, работает одна – при посольстве в Риме. И даже то, что стоимость обучения символическая, в большинстве таких школ в Италии занятия ведутся один-два раза в неделю. Формат работы, по сути, это кружки или клуб по интересам для детей и родителей. Такие заведения есть в Милане, в Риме, Вероне, Триесте. Из популярных в смысле недвижимости мест – это Кома, Варизе, Дезенцана Дальгарда и Санрема. То есть получается, что для обучения ребенка в Италии итальянский язык нужен даже на начальном этапе. В международных школах в Италии возможно обучение на английском и других европейских языках. Это престижные частные учебные заведения с хорошими перспективами для выпускников. Но и уровень цен соответствующий. Речь идет о затратах в районе 10-25 тысяч евро в зависимости от возраста ребенка, количества детей в семье, схема оплаты. Престижные международные школы есть в Риме, Милане, Кома, Варезе, Генуе. Некоторым семьям удобнее из отдельных районов Кома возить детей в школу в Швейцарию, а из приграничных районов Легории – во Францию на Лазорный берег. Таким образом, цены на обучение в Италии высокие, и выбор школ не так велик. Допустим, если речь идет об озере Маджоре, то выбор встанет либо между бесплатными государственными школами, либо поездками в Милан или Турим на ежедневной основе, что весьма проблематично. Похожая ситуация в Испании. Русские школы, в первую очередь, это заведения в качестве дополнительного образования. Занятия по вечерам в будни и по субботам. Исключение составляет школа при посольстве в Мадриде. А так, русские школы – это занятия русским языком, чтением и творчеством. Такие заведения есть во многих популярных городах. Барселоне, Лорет-де-Мар, Салоу, Аликанте, Валенсии, Малаге, Мадриде, Адехе, Натанерифе. То есть, как поддержание навыков, они хорошо, а вот если мы говорим про комплексное образование, об этом речи не идет. Ввиду того, что в большинстве наших школ первый иностранный язык – английский, и большинство родителей делает упор на английский, то по определению его базовый уровень у наших детей в среднем лучше, чем ситуация с итальянским или испанским. Как вы уже догадались, я не исключение. Таким образом, изучив ситуацию, я остановила свой выбор на Кипре. Почему? В отличие от Испании и Италии, здесь есть выбор относительно недорогих частных русских школ, где занятия ведутся по российской программе каждый день в нормальном, привычном для детей и родителей графике. В Лимассоле таких школ три, в Пафосе две. Стоимость обучения около 3000 евро в год. Английский с первого класса, греческий присоединяются позднее. Итоговые экзамены в 4, 9, 11 классе сдаются только в школе при посольстве в Никосии. Переводные ежегодные на месте. Эти школы проходят местную аттестацию, и при окончании дети получают как кипрский, так и при желании российский аттестат, проходя экзамены в Никосии. Международные школы есть практически во всех городах побережья. В Лимассоле их девять, в Пафосе три, в Ларнике одна. Уровень цен колеблется от 3 до 10 тысяч евро в год в зависимости от возраста ребенка, количества детей в семье и схемы оплаты. Приведу личный пример расчетов. Обучение двоих детей школьного возраста в международной школе в Испании или Италии мне бы обошлось 25-35 тысяч евро в год. В случае с Кипром сумма варьируется в зависимости от конкретной школы от 10 до 15 тысяч. Разница в пользу Кипра и, замечу, весьма существенная. Кроме того, если дети по факту не готовы к международной школе, уровень языка позволяет объясняться в ресторане и магазине, но не позволяет изучать английскую историю и литературу на английском языке, то возможен пробно-подготовительный переходный вариант – год обучения в русской школе с индивидуальными занятиями по английскому языку для подготовки к поступлению в международной школе. С учетом того, что русские школы по определению дешевле, обучение в них выйдет на уровне цен международной школы на Кипре, а это по-прежнему вдвое дешевле, чем в Испании или в Италии. И это с учетом дополнительных уроков английского и при желании греческого. Я планирую так. За год-два дети подтянут английский язык, получат базовое знание по греческому, не потеряв ничего в российской программе. А это значит, что если вдруг что-то пойдет не так, можно вернуться, не проиграв. Ну и в завершении хочу сказать о том, что если вы планируете обучение детей в европейских вузах, но сами не готовы к переезду, ряд международных школ имеет бординги, то есть обучение с возможностью проживания в кампусе. Да, это стоит дороже, но не влечет за собой переезды всей семьи. Конечно, в нормальном варианте речь не идет о маленьких детях, но некоторым старшеклассникам бывает весьма полезно сменить обстановку и подтянуть английский язык. Все страны, которые я упомянула в этом сюжете, интересны своим школьным образованием. С точки зрения вузовского они уже не так привлекательны. Безусловно, в Стамбуле, Риме, Милане, Болонии, Никосии есть масса вузов, которые котируются в мире выше, скажем, российских. Однако, если мы говорим про топовые мировые вузы, ни для кого не секрет, что речь уже идет о США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Германии, возможно, Чехии. Но эта история уже не связана с переездом всей семьи и практически не касается темы зарубежной недвижимости. В ближайшие недели на YouTube-канале Преан.ру следующей серии нашего проекта. Готовятся к эфиру сюжеты, посвященные особенностям налогообложения при покупке недвижимости, инвестиционным решением в популярных странах Европы, перспективным направлением у русскоязычных покупателей. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео или вы хотите задать вопрос Юлии Титовой, ставьте лайки, оставляйте комментарии и, разумеется, подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok